Все дороги перекрыты. По всему округу объявлен карантин. Дойду сейчас до магазина, куплю воды, хлеб, ну продукты, которые нужны. Людей на улице вообще нету. Ну так можно увидеть, вот одного человека через метров 200 где-то идет. Все в масках. То есть такого я никогда не видел, вот за мои годы жизни. Абсолютно вообще никого на улице. Вижу автобусы общественного транспорта. Но они абсолютно пустые. Там один-два человека в некоторых едет. Сегодня 31 марта. У нас в России заболело 2400 человек. Из них погибло, к великому сожалению, 18 человек. На данный момент, на 31 марта. А всего в мире, только представьте себе, погибло 39 тысяч человек. Представьте себе, у нас в России вот есть стадион, да, футбольного клуба «Спартак». Называется «Открытие арена». Вместимость этого стадиона 45 тысяч человек. И на данный момент в мире погибло практически полная вместимость этого стадиона, количество людей. Вот представьте, один момент возьмет, весь этот стадион рухнет вместе с людьми. Вот столько людей на данный момент погибло. Ужас, что происходит. Что будет дальше, абсолютно непонятно. К моменту, когда я закончу монтаж этого видеоблога и выложу его на YouTube, я уверен, заболевших и погибших, к великому сожалению, уже будет намного больше. Сколько будет продолжаться карантин, абсолютно неизвестно на данный момент. Статистика роста, что в России, что по миру, стремительно идет вверх. Сейчас вы видите ее на экране. Заболевших, погибших намного больше становится в день, по сравнению с тем, как это было в самом начале эпидемии. Сейчас на экране вы видите фотографии врачи скорой помощи приезжают прямо в соседних от меня домах к гражданам, у которых есть подозрения на заболевание коронавирусом. Такие фотографии и видео по всей стране в интернете фиксируются, выкладываются. Все это друг друга пересылают. Ситуация очень серьезная. Не знаю, остались ли на данный момент люди, которые относятся к этому несерьезно, но несколько дней назад до обязательного карантина еще были люди, которые относились к этому несерьезно. Было массовое вот это негодование со стороны людей по отношению к тем, кто пошел на шашлыки с алкоголем, подумал, что выходные. Несерьезно отнеслись к словам мэра, к словам президента, но сейчас вроде бы ситуация изменилась. Практически все находятся дома. Только что надо мной пролетел даже вертолет. Приближу вам на монтаже уже. Не знаю, в связи с вирусом или нет, какие-то действия предпринимаются. Спортивные площадки тоже закрыты, как вы видите. Огрожены вот так лентой по периметру и развешаны листовки о том, что на спортивной площадке запрещается заниматься в связи с эпидемией. Также одно из заданий зайти в несколько аптек. Хочу посмотреть, может быть появился все-таки антисептик, какие-то спиртовые салфетки, потому что на протяжении долгого времени вообще ничего нет. Если у вас так же, пишите в комментариях. Подошел к аптеке, тут вот такая надпись. Уважаемые посетители, для минимума обязательства контакта, защиты собственного здоровья просим одного человека, находящегося. Там пока стоит человек, подождем, пока он выйдет. Потому что написано на бумаге одного человека, находящегося одновременно в торговом зале. И подчеркнуто красным. Здравствуйте. А у вас нет антисептиков, спиртовых салфеток? Спиртовых салфеток нету, антисептик только хлоргексидин. Аптечный. Он дорогой, 250 рублей. А сколько там спирта? Там вообще спирта нету. Ага. Ну давайте его. Вот, хлоргексидин. Ну давайте. Ну хоть что-то. Ну да. Опять же, он с консервантом делается во саптеческих условиях аптеки. Можно залить в полиоризатор и брызгать на руки. Карты, да? Да. Сейчас все привыкнут к картой, потому что действительно... Все, все. Друзья, вы все слышали сами. В аптеке женщина сказала, ну хоть что-то. То есть по-прежнему никаких антисептиков у меня лично, вот тут на окраине Москвы нету, ни в одной аптеке. Потому что везде просто говорят, ничего нету. Нету, нету и нету. Пишите, какая ситуация у вас. Ходили ли вы в аптеки, спрашивали антисептики, маски, есть ли, какой город. Все пишите в комментариях. Для меня это очень важно и интересно будет прочитать. Постараюсь всем отвечать. Но мне все-таки кажется, что эффективнее не этот раствор, а все-таки хотя бы водкой протирать. Слышал такую информацию, кстати, что сейчас увеличились продажи алкоголя, спирта. Я считаю, что это связано не только с тем, что употребление возросло, но еще и люди покупают спирт в целях обеззараживания, дезинфекции. Поэтому тоже повысились продажи, потому что даже я уже купил несколько бутылок спирта. В целях дезинфекции это очень эффективное средство, как все мы с вами понимаем и знаем. Но чем больше процент спирта, тем лучше, конечно. Вот такие спиртовые салфетки у меня уже заканчиваются. 70% этиловый спирт. И вот если бы найти где-то еще таких спиртовых салфеток, было бы отлично. Но все аптеки, которые я прохожу, нигде ничего нет. Все, зашел домой. Сейчас я вам покажу, как дезинфицирую руки и все, что купил в магазине спиртом. Водка, скорее всего, лучше, чем обычный хлорокексидин раствор. Хотя те же спиртовые салфетки, всякие вот эти спреи, они там по 70, по 80% спирта. Но водка, как правило, 40%. Что думаете по этому поводу, пишите в комментарии. Сейчас буду снова салфетки промачивать спиртом и протирать все, что купил в магазине. Одежду. Вот, берем и спиртом протираем. Все, что могли люди трогать в магазине, тщательно протираем спиртом. И только после этого ставим в холодильник. Естественно, также все, что касалось продукты, обувь, также все дезинфицируем спиртом. Друзья, подписывайтесь на канал, поддержите этот выпуск лайком. Пишите все, что думаете в комментариях и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоблог из нашей нынешней жизненной ситуации. Молимся и надеемся, что все начнет улучшаться. И относитесь, друзья, к этому, пожалуйста, серьезно. Выполняйте рекомендации. Здоровья вам. Берегите себя и своих близких.